Три дня назад глава Минздрава Алым Кадребище Налиев снял с должности начальника юридического отдела ведомства Азамата Джумакеева. Известно, что мужчина проработал на посту около четырех лет. Есть закон, есть процедуры. По процедуре должны были провести комиссию. Комиссия должна была дать свое заключение. После заключения только должны были приниматься мэры. Никакой комиссии не было в Министерстве здравоохранения. Комиссия была создана со стороны правительства. И по этому поводу еще нет вынесено решения. Но объяснить свои подавали. Он был некомпетентен, опаздывал на работу, а порой и вовсе не приходил. Так глава Минздрава прокомментировал свое решение об увольнении юриста Азамата Джумакеева. Джумакеев как юридического не мог выполнять. Я его попросил уйти. Он больничный ушел, потому что он на работу приходил, опаздывал. Ну, свои функции не выполнял. Тот же Аню Рахматова тоже не владел никакими ситуациями, которые при ковиде. И другие вот так я. И трех замам тоже говорил. Не можете работать. Им я уже не давал никаких заданий. Задание давал начальник производства. Тот же Ташеев. Он же журналист. Как может, вот эти журналисты пришли и стали замминистром уже охраны. Итак, министр требует снять с должности трех своих замов. Джалалидин Рахматуллаева, Улугбека Бектурганова, Джапаркула Ташеева и еще директора департамента лекарственных средств и медицинских изделий Нурдина Кагаздиева, а также главу национального центра в тезиатрии Мадамина Каратаева. Я открыто говорю, я давал, а клубик я пару. Неоднократно говорил, но, увы, я не могу снять их. Я обратился к президенту. Я не буду судиться. Не буду судиться. Народ будет судить меня. Все я делаю. О Демарше подчиненных стало известно 16 мая. Его заместители, пока министр находился в зарубежной поездке, выступили с пресс-конференции. Они тогда обратились к президенту с просьбой уволить главу Минздрава. В числе выступивших против своего начальника те же лица – Улугбек Бектурганов, Чапаркул Ташеев и Джалалидин Рахматуллаев. Тогда они сделали обращение к главе государства, председателю ГКНБ и генеральному прокурору с просьбой принять соответствующие меры в отношении министра. Мол, поступки Бищеналиева порочат честь госслужащего. И его действия беспредельны. Также Чапаркул Ташеев заявил, что министр ему не раз угрожал. Сам Алымкадр Бищеналиев тут же прокомментировал их претензии и заявил, что все они – некомпетентные медики и чиновники. И он на протяжении уже трех месяцев просит своих замов сложить полномочия. Кстати, сейчас они по-прежнему в штатном режиме, продолжают работать. Всего с заявлением в генеральную прокуратуру обратились три замминистра и трое бывших начальников управления Минздрава. Нам удалось связаться с Джалалидином Рахматуллаевым по телефону. Я не знаю этот вопрос. Я просто подписался. Мне кажется, не согласен с тем приказом, которых уволили, то есть министра уволил, и с тем представлением на нас, которое оформлено. Мне кажется, не может он дать ни компетенции, ни компетенцию оценку. Без замечаний, без выговора уработает. Я себе знаю цену, понимаете. Скандал в Минздраве, говорят эксперты, не должен отражаться на работе медперсонала. Чем же закончится эта история, приходится лишь гадать. А пока и Алмкадр Бищеналиев, который обратился к президенту, и его замы, которые написали заявление в прокуратуру, ждут ответа. Продолжение следует...